Итак, всем привет. Наконец Травимитейшн добрался до Харькова. Я сам из Харькова, это замечательно. Жена не будет мне пьяно воспользоваться, забирать. Достаточно просто открыть дверь, я упаду сам домой. В общем, мой доклад будет не технический. Я не особо люблю технические доклады, потому что довольно тяжело подобрать тему, которая была бы интересна всем, во-первых. Во-вторых, я считаю, что довольно мало внимания уделяется темам, связанными с процессами и вообще разным взаимодействием между людьми. В IT, в частности, все мы люди, у всех есть какие-то свои проблемы, свои какие-то ожидания. И я думаю, об этом интересно поговорить. Опять-таки, технические доклады зачастую сводятся к обзору каких-либо решений, библиотек или инструментов. На самом деле, достаточно за 5 минут человека заинтересовать, а прочитать в ритме на гитхабе, думаю, сможет каждый. Собственно говоря, мой доклад называется Compromise Driven Development. Это как бы… нет такого термина, он только в этой презентации. Я бы хотел поговорить сегодня о компромиссах, как в жизни в целом, так и в IT в частности. Обо мне. Меня зовут Максим, я являюсь full-stack разработчиком компании DataArt, занимаюсь всем этим делом уже около пяти лет. Вроде бы довольно успешно, пока не уволили. В общем, думаю, хватит обо мне. Начнем. В общем, все мы знаем, что такое компромисс. Компромисс – это когда достигается взаимопонимание между людьми, между какими-либо объектами, субъектами для взаимовыгодных отношений. Вот, кстати, хорошая иллюстрация о том, что компромисс – это как раз тот стык интересов, в которых заинтересованы несколько сторон, ну, две или более, неважно. Есть два интересных определения компромисса в целом. Это некое соглашение, которое позволяет сторонам прийти к общему решению какому-то. Но мне больше нравится второй вариант – это заведомо принятие стандарта ниже которого бы хотелось изначально и уступки, жертвуя чем-то ради интересов других людей. Собственно говоря, компромисс всегда является заведомым поражением в чем-либо. То есть не имеет разницы, где происходит компромисс в отношении между мужчиной и женщиной, между начальником и подчиненным, между сотрудниками, между коллегами. Неважно, всегда кто-то, точнее не кто-то, а все проигрывают. Потому что в результате компромисса всегда кто-то теряет честь своих интересов. Где все-таки компромиссы случаются? Повсюду. Но на самом деле так получается, что многие из нас идут на компромиссы, даже этого не осознавая. И зачастую это происходит рефлекторно, интуитивно. И иногда стоит задуматься о том, стоит ли идти на какой-либо компромисс. Или все-таки проще сказать, да ладно, давай вот так вот сделаем. И так будет проще. В общем, давайте рассмотрим на примере идти разные компромиссы. В частности, кто в них вовлечен? Зачастую вовлечены в принципе все участники бизнес-процесса, который связан с нашей индустрией. В частности, разработчик, заказчик и под слово менеджер, имея в виду любой административный ресурс, который занимается организацией работы. Это может быть и аккаунт менеджер, и какой-нибудь delivery менеджер. То есть это тот человек, который отвечает за грамотную взаимосвязь, за построение рабочего процесса. В частности, зачастую компромиссы находятся между двумя разработчиками в подобных сферах, таких как использование инструментов. Допустим, я уверен, что каждый из вас, когда мы сталкиваемся с Холиваром, на какую-либо из тем про технологии, про языки, ну как бы это в принципе будет существовать столько, сколько будет существовать эти в принципе. Все будут спорить, что лучше, допустим, в трубе или Маженто, но мы-то знаем ответ. Также, допустим, зачастую очень много компромиссов в поседневной работе происходит в стиле кода. Всегда, когда приходит новый человек, допустим, в команду, разворачивается на новый проект или делает что-нибудь, какие-нибудь задачи для вхождения в проект, какой-нибудь там knowledge acceptance, всегда возникает проблема со стилем кода, потому что очень тяжело на самом деле подобрать идеальный стиль и опять-таки съедут на компромиссы. Хорошим решением в этом случае является использование различных анализаторов. Мы как бы все знают Рубокоп, но это не серебряная пуля, к сожалению, потому что на моих последних, наверное, 7 проектах каждый раз, когда мы заходили в Рубокоп, начиналась дискуссия на тему того, давайте что-то выкинем, давайте что-то добавим. И как бы опять-таки кто-то считает, что 80 символов в строке это мало, для кого-то это много. В общем, как бы у всех свои различные понимания того, как должно быть, потому что все мы индивидуальны. И, соответственно, из-за этого тоже возникают ситуации, в которых необходимо дойти до компромисса. Опять-таки архитектурные компромиссы. То есть опять-таки можно собрать там из палок и еще чего-нибудь различные вещи и опять-таки тоже можно считать компромиссом, потому что довольно редко получается удовлетворить абсолютно все требования таким образом, чтобы они работали слаженно и в идеальном формате. Наверное, одним из самых важных является качество. Мы всегда идем на компромисс в плане качества. Это может быть бюджет, различные новые технологии. То есть в итоге всегда мы ищем компромисс для достижения наибольшего качества, но мы никогда его не достигнем, потому что компромисс противоречит заведомо тому понятию качества. И, допустим, ответственность. Тоже очень часто люди идут на компромиссы в процессе совместной работы. То есть давай ты сделаешь там вот, допустим, вот это, а я скажу, что это была моя идея. Как бы такие ситуации бывают зачастую. У меня довольно часто бывают. И опять-таки нужно идти на компромиссы. То есть нужно понимать, выгодно это тебе, выгодно ли это другому человеку, выгодно ли это вообще в целом процессу. На самом деле не менее интересным примером компромисса является взаимоотношение между заказчиком и разработчиком. То есть опять-таки разработчиком я понимаю нечастности, там бэкэнд-разработчика, любого человека, выполняющего непосредственно техническую часть работы. Опять-таки часто идут на компромиссы в критериях каких-то критериях оценивания. То есть, допустим, разработчик говорит заказчику, что вот если сделать вот так, будет быстрее. И заказчик соглашается, жертвуя какими-либо своими интересами. Допустим, там какая-то там одна фишка, которая не прям сильно, чтобы была важна в проекте, но он бы хотел, но поскольку, допустим, нет времени реализовать, они идут на компромисс. Опять-таки очень часто происходит компромисс в дизайне. В дизайне графическом, в юзер-экспириенс дизайне. Думаю, можно об этом холиварить вообще бесконечно, потому что у каждого свое мнение, для каждого удобно свое видение любого продукта, любого проекта. И опять-таки та самая знаменитая фраза, вот я с точки зрения своего опыта могу вам предложить какую-то там деталь, допустим, изменить. И опять-таки начинаются компромиссы, потому что заказчик к вам пришел с зеленой кнопкой посредине экрана, а вы ему говорите, давай сделаем красную справа. И вот тут начинаются опять-таки компромиссы. Но опять-таки если у вас там не тирания, как бы и бизнес-процесс построен довольно хорошо. Производительность. Опять-таки очень часто компромиссы происходят в производительности как системы, так и всей команды, потому что зачастую чем-то жертвуют в угоду чему-то. То есть опять-таки начинаются компромиссы и зачастую затрагивают напрямую разработчика и заказчика, потому что теряет и один, и другой. По сути менеджер этой ситуации не особо важно, что там происходит. И опять-таки качество. То есть из-за этого всего можно создавать качество продукта. Ну и допустим яркий пример – это рабочий график. Допустим все мы понимаем, что IT рынок Украины построен таким образом, что у нас за счет довольно нестабильного курса национальной валюты соотношение иностранных валют к нашей довольно высоко. И это позволяет нам быть очень востребованными на мировом рынке труда. И возникает вопрос с тайм-зонами. То есть яркий пример заказчика из Америки, когда вы уже сворачиваете ноутбук и идете домой, только просыпается допустим. И вот тут опять кончаются компромиссы. То есть либо это рабочий день с часу до 9 вечера, или там наоборот, ну как бы разные ситуации бывают. Это все тоже про компромиссы. Также много компромиссов происходит между заказчиком и менеджером. Это такие как бюджеты, размер команды, потому что каждый пытается достичь своих интересов. Собственно говоря, менеджер понимает, что допустим с тремя разработчиками мы там в срок не вкладываемся, и он предлагает допустим там нанять еще одного, а заказчик не хочет. И вот тут начинается поиск компромисса. Опять-таки есть Velocity. Тут тоже очень спорный вопрос, потому что компромиссы возникают довольно часто, но опять-таки, к сожалению, немногие команды пользуются такими терминами как Velocity. Зачастую такого понятия не озвучивается в принципе в процессе работы, что очень плохо на самом деле. И в такие моменты тоже происходит куча компромиссов. И начинается все с того, что допустим там урезается Velocity до более низкого показателя, чтобы допустим вырвать кем-нибудь чарты на джире где-нибудь или что-нибудь в этом духе. И опять-таки от этого устраивает качество. Ну и опять-таки ответственность, потому что менеджер хочет получить как можно больше фидбэка, как можно больше денег для себя, для своей компании, и при этом не хочет за это отвечать. Все как бы хотели бы так жить. К сожалению, это невозможно. И вот тут опять-таки начинаются штуки с делегированием, с различными распределениями обязанностей, задач. И опять-таки тут тоже начинаются компромиссы. Ну и опять-таки банально, я думаю, знакомо всем, это связь между менеджером и разработчиком. Это зарплата, рабочий график, уровень квалификации, качество опять-таки кода. То есть допустим приходит менеджер и говорит, проект длится 2 месяца, мы его отдаем, забираем деньги, забываем. И ты как бы подознательно думаешь, что вот там смысл городить там что-то очень фантастическое для того, чтобы достичь необходимой цели. Она должна заработать, бизнес пошел, деньги пошли, все отлично. И опять-таки страдает качество из-за этого всего. Технический долг на самом деле, наверное, один из самых таких опасных компромиссов в нашей отрасли, потому что из-за него довольно часто подвергаются большому риску, как и компаний, так и в принципе разработчики, потому что всем живем в мире, где эскалация любых конфликтов, она неизбежна. И соответственно, если прилетает по шапке менеджер или кому-то управленцу, то в итоге все равно дойдет до того, кто где-то там что-то не доделал. И вот когда образуется технический долг, тоже начинаются компромиссы. То есть опять-таки сделаем давайте быстрее, проще, возможно дешевле, возможно опять-таки менее качественно. Из-за этого всего, как мы видим, в принципе во всех взаимоотношениях у нас является одним из общих и основных факторов это качество. Все мы боремся за то, чтобы наши продукты были качественными, чтобы они приносили много денег, много удовольствия, приносили много различных бенефитов. И вот, собственно говоря, это то, к чему надо стремиться. Но многие считают, что в качестве не может быть компромисса. Потому что как это сделать продукт некачественным? То есть как еще можно предположить, что теоретически мы можем изначально запланировать продукт некачественным? Под качеством можно понимать разные вещи. Это может быть качество кода, это может быть отсутствие каких-то багов, каких-то фейлов во время работы самого приложения, какого-то бизнес-процесса, чего-то еще. Качество охватывает на самом деле очень большой аспект различных вопросов в нашей индустрии. И опять-таки четко ответить на тот вопрос, где мы должны достичь максимального качества, бывает очень тяжело. И вот, к сожалению, многие люди в нашей сфере считают, что нельзя идти на компромиссы в ущерб качеству. Но на самом деле зачастую происходит так, что хотя не хотя это происходит. И это неплохо, нехорошо это так есть. Если люди способны организоваться, то в целом качество получается на довольно хорошем уровне. И как бы этот уровень качества позволяет не ударить грязь лицом и оставить продукт дееспособным, приносящим прибыль. И это все очень замечательно работает. Опять-таки думаю, все знают эту диаграмму. Собственно говоря, нужно выбрать два, потому что как бы три вместе никогда не сработают, к сожалению. И вот опять-таки вот этой диаграммкой можно описать в принципе всю суть компромиссов. Ну в частности в IT, мы же айтишники. Да и в принципе в любой сфере, где кто-то что-то производит. Это может быть производство бумажных стаканчиков или высокоинтеллектуальные системы искусственного интеллекта. Но как бы везде это работает по этой схеме. Три вместе никогда не сработают. Нужно выбирать всегда два. И это самый большой бич, скажем так, с которым нам приходится жить. Потому что опять-таки ресурсы стоят дорого, хорошие решения делаются долго. И как бы с этим приходится жить, к сожалению. Собственно говоря, компромиссы. Компромиссов может быть много. Извиняюсь. Может быть много, их может быть мало. То есть есть люди, которые в принципе бесконфликтные. Как им говорят, они так и делают. Это люди, которым зачастую вот как раз все равно на… Ну не то, чтобы все равно они не особо заинтересованы просто в качестве конечного продукта. И из-за этого они идут на любые компромиссы. То есть у них нет каких-то четко обоснованных своих интересов. А есть люди, которые наоборот. Допустим, совсем спорят, постоянно пытаются ставить свою точку зрения, даже, возможно, не имея свое мнение, которое действительно нужно по этому вопросу. И, собственно говоря, к чему приводит тот случай, когда человек слишком часто идет о компромиссы. Особенно вот в нашей, допустим, индустрии. Берндаун. Выграние. Это немного не тот график. На самом деле в случае с разработчиками будет примерно вот так. К сожалению, когда человек начинает слишком много пропускать через себя информацию, которая, возможно, ему не угодно, но он об этом не задумывается, начинается выграние. Допустим, выбирается новый язык, новая платформа, новые стили кода, допустим, для верстки чего-либо. Что угодно, неважно. Если человек его просто принимает, но при этом он не задумывается о том, нравится ему это, не нравится, возможно, ему это не подходит, или он считает, что это плохая идея. В этом случае через какое-то время подобные вещи накапливаются и начинается выграние, что на самом деле является, наверное, одним из самых опасных, извиняюсь, одним из самых опасных, одно из самых опасных вещей в нашей профессии, потому что перегоревший разработчик на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому для этого есть целая команда HR-ов, различные ивент-менеджеры, которые занимаются тем, чтобы человек был вовлечен и заинтересован всем этим. Собственно говоря, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить наши навыки, как бы так правильно это обозначить, наши навыки применения компромиссов. Собственно говоря, нужно всегда четко определять свои цели. Любая дискуссия в проекте, любые какие-то согласования, новых требований, что-то еще, если у вас есть какая-то идея, нужно четко ее обозначить, хотя бы для себя. Вы должны понимать, насколько в этом есть ваш интерес или насколько в этом нет. потому что если вы опять-таки все это пусть не самотек, есть шанс, что в конце вы окажетесь недовольны и это придет к игранию. Опять-таки нужно составить список рисков, которые вы в случае компромисса потеряете. То есть условно говоря, вы готовы пойти на компромисс и чем-то пожертвовать. Вы должны представлять себе, что это, и заведомо его помечить как проваленный пункт, потому что, скорее всего, так и будет. То есть вы должны понять, стоит ли жертвовать тем, от чего вы собираетесь отказаться, собственно говоря, в пользу того, ради чего идет компромисс. Не принимайте позицию, которая для вас неприемлема. Как бы это ни звучало банально, но зачастую с этим связано много проблем. Если вам что-то не нравится, всегда можно найти другой компромисс, который решит первый. зачастую, опять-таки, вот это вот приводит к выгоранию, потому что, скрипя зубами, люди соглашаются и начинаются из этого проблемы. Будьте более внимательны к потребностям других людей. То есть, опять-таки, понимая свои интересы, вы можете составить список того, что нужно вам. понимая интересы людей, с которыми вы сотрудничаете, вы сможете выстроить для себя более правильный список, опять-таки, для того, чего вам нужно. И, возможно, вы можете достигнуть консенсуса, даже не прибегая к дискуссиям. Может быть, у вас одни те же цели. В какой-то статье я нашел хорошее сравнение того, что в такой ситуации два человека делят апельсин, но в итоге оказалось, что одному нужна была кожура, другому нужна была мякоть. То есть, нужно определить, кому что нужно, и, возможно, проблема сама по себе разрешится. Опять-таки, нужно всегда продвигать вопрос, который обсуждается, в сторону эксперта. Потому что у эксперта зачастую больше есть опыта, у него хорошая экспертиза в этом плане, и зачастую он может дать более объективный, более конструктивный ответ. То есть, возможно, возможно, вы видите это не так, как положено. Возможно, вы видите это не так, как положено, или как это происходит на самом деле. Человек, который более опытен в данных вопросах, сможет вам с этим помочь и разрешить ваш компромисс. Точнее, помочь, достигнуть компромисса, но при этом решив вашу проблему. Старайтесь давать больше советов в качестве эксперта. Если вы понимаете, что в какой-то теме, в какой-то области вы понимаете немного больше, чем, допустим, извиняюсь, немного больше, чем остальные, то как бы не стесняйтесь, потому что ваше мнение зачастую может быть действительно более объективным, чем мнение других людей. Берите на себя ответственность за ваше решение. Если вы будете брать на себя ответственность за какие-то свои решения или предложения, люди будут вас воспринимать более серьезно и, собственно говоря, тогда вам будет легче с ними договариваться. Опять-таки, возвращаясь к первому списку, к первому пункту этого списка, вы будете достигать своих целей немного проще. Ну и опять-таки, оставайтесь спокойными. То есть самое главное, нужно понимать, что ни одна дискуссия, ни одна проблема не является неразрешимой. И если она неразрешимая, зачем за ней переживать, а если она разрешимая, нужно просто взять ее и решить. Чего не стоит делать? Не стоит молчать. Если вам есть что сказать по какому-либо вопросу, по какой-либо теме, по выбору, допустим, новой технологии, чего-либо еще, человек, в принципе, адаптируется ко всему. Но опять-таки, возвращаясь к нашему выгоранию, если вы будете постоянно об этом молчать, то через какое-то время у вас накопится весь этот негатив, и вы просто выгорите. И поэтому молчать крайне нежелательно. Нужно всегда сказать свою позицию, какой бы она ни была. Если она будет неверная, в ходе дискуссии вы найдете опять-таки компромисс, и по крайней мере, вас услышат и ваше мнение учтут. Не перекладывайте на себя чужую ответственность, потому что из-за этого опять-таки теряется основная цель того, о чем вы дискутируете, то только вопросов решаете. Нужно всегда придерживаться только своих убеждений и не нужно брать ответственность за чужие убеждения. Старайтесь не говорить того, о чем вы не знаете. То есть, зачастую многие люди в ходе разных дискуссий стараются вставить свои пять копеек в любую тему. Если человек в этом ничего не понимает, то возможно будет проще и лучше для всех, если он промолчит в данном случае. Так как в этом случае люди, обладающие более сильной экспертизой, смогут найти более объективное решение. И опять-таки никогда не идти на компромисс, если вы не знаете, что вы в итоге получите. То есть, вы должны опять-таки четко понимать свои цели, свои ожидания, свои интересы и уже с этим идти на компромисс, чтобы осознать свои потери. Собственно говоря, что нужно для того, чтобы прокачать себя вот как специалиста, скажем так, специалиста в области нахождения компромиссов, специалиста в области принятия таких решений, это софтскиллы. К сожалению, в наше время далеко не многие компании и немногие люди воспринимают софтскиллы всерьез. На самом деле это очень важная часть, очень важная часть нашей работы, потому что человек, который, условно говоря, может иметь там за плечами огромный багаж технического опыта, но при этом не умеет себя подать и продать, как бы он на рынке будет бесполезен, потому что он не умеет общаться, он, возможно, не умеет подавать свои идеи и вот тут нам приходит на помощь софтскиллы. Как их можно прокачать? На самом деле есть несколько буквально элементарных советов, которые можно найти в любом видео, в любой статье про софтскиллы, о том, как их развивать. Опять-таки, быть открытым, чужим идеям, то есть нужно понимать, что каждый человек индивидуален, у каждого есть свое мнение и нужно выслушать и понять точку зрения каждого своего собеседника для того, чтобы, во-первых, расширить свой кругозор, во-вторых, более глубоко понять суть проблемы и, возможно, все-таки вы окажетесь неправы. Такое тоже бывает. Быть более настойчивым, быть более собранным, потому что на самом деле то, как вы говорите, зачастую важнее то, о чем вы говорите. Если вы говорите уверенно, если вы сможете подать свою даже самую глупую идею как нечто очень, скажем так, умное, в общем, сумеете сделать умное лицо, то люди вас тоже будут слушать и опять-таки в следующих ситуациях они будут к вам прислушиваться. Необходимо прокачивать свои навыки как слушателя. На самом деле есть такое хорошее выражение, что сообщение это не то, что сказано, а то, что услышано. И вот на самом деле это так и есть и это работает и поэтому нужно понимать, что когда у человека меня есть информация, зачастую вы можете воспринять одни и те же слова абсолютно по-разному. И если вы сможете стать хорошим слушателем для человека и выказывать ему свой интерес, то в этом случае опять-таки будет легче всем человекам найти компромисс и с большей уверенностью он пойдет на уступки. И, наверное, один из самых главных и, наверное, мой любимый пункт это использовать ясность в качестве своего инструмента. Потому что на самом деле ничто так не решает подобные проблемы хорошо, как ясность. Потому что завуалированные требования, завуалированные предложения, завуалированные какие-либо там слова, они зачастую только портят общую картину. необходимо максимально доступно и просто объяснять людям то, чего вы от них хотите. Это очень тяжело. Это далеко не у всех получается. Это навык, который надо приобретать. То есть опять-таки можно начинать с ну допустим яркий пример тестировщика вашей команды. То от того, насколько неясно и просто объяснят вам суть проблемы, общий бизнес-процесс этого только выигрывает. И вот зачастую у хороших третировщиков можно получиться вот такому навыку, как ясность требований и использовать его повсеместно в своей жизни. И это на самом деле будет большим плюсом как для вас, так и для вашей карьеры в целом. Ну и опять-таки такие вам нужны навыки для того, чтобы зачастую побеждать в подобных назовем это спорах. Вам нужно осознать, что у вас назревает компромисс. То есть нужно принять факт того, что вы что-то что возможно вы что-то потеряете. Зачастую это происходит по инерции, в этом задумываются многие люди, если это не касается каких-либо больших сложных вопросов. Но на самом деле можно это даже обдумывать в каких-то мелочах повседневных. Это очень полезно. Всегда определитесь тем, что вы получите. потому что ясный список того, что вам нужно опять-таки поможет составить свои требования и поможет донести вашему собеседнику то, что вы от него хотите. Постарайтесь составить список и понять то, что вы потеряете. То есть вы можете из своих интересов, которые вы составили, допустим, выбрать некоторые, которые для вас не критичны. И если вы их потеряете, то немного изменится и вы не окажетесь полностью в проигравших. Попробуйте выбрать правильный путь. То есть зачастую в дискуссиях рождается истина. Поэтому в принципе как бы всегда нужно искать не того, кто прав, а нужно искать то решение, которое может решить проблему. Потому что разные люди могут правы по-своему, зачастую комбинирование мнений разных людей приводит к хорошему результату. Ну и оставайтесь крутыми и будьте спокойными. У меня все. Спасибо. Может, какие-то вопросы у кого есть? Вопросы? Продолжение, пожалуйста. Нет? Нет вопросов? Максим, есть вопросы? Максим, скажите, что у вас интересная тема по всему докладу, что вас подтолкнуло к этой теме? Я могу предположить, что были близки к выборанию Dota Arty. Да, нет, Dota Arty. Почему вы так глубоко копнули в этот вопрос? Потому что на самом деле начал с этим все более и более сталкиваться, начал работать в более масштабных командах. И как бы это дает о себе знать, потому что сколько ли есть, сколько и мнений. И соответственно, если команда с 35 человек, найти компромиссы можно. Если это уже 30 человек, то каждую свою точку зрения нужно как-то с этим жить. На самом деле мне эта идея пришла в голову, когда мы с одним товарищем спорили насчет стиля верстки. И он дико-дико вообще хотел, чтобы у нас был Бэм, а мне Бэм допустим не нравится. У нас была длинная дискуссия на эту тему, а потом еще другие люди подключились. В общем, на самом деле это было довольно пустяковое решение, но в итоге один из людей сказал, что если будет Бэм, то я уйду из команды. Потому что вот он был неготовительный компромисс, для него как бы это являлось ключевым фактором, вот он как я думаю был уже опять-таки на грани выграни, поэтому наверное тогда мне эту тему в принципе заинтересовала эта тема, и вот как бы я немножечко копнул и в принципе вот для себя я составил такие вот списки и стараюсь их поддерживать. То есть как бы я для меня тоже это новол, в принципе, я это собрал из различных источников про взаимоотношения людей в принципе, потому что в IT этот вопрос в принципе не поднимался, как я посмотрел, ну не было там каких-то статей, каких-то лент может быть. Вот как-то так. Да? А вот как вы подтолкнует если некоторые члены команды они как их подтолкнуть, чтобы они начали искать компромисс? Потому что есть люди, у которых свое мнение сидит слишком авторизация. Ну вот на самом деле вариант неплохой. Хорошо. Нет. Все зависит от импакта, который человек вносит в команду. Ну да, на самом деле если человек как бы есть много крутых людей в разных сферах как бы я с такими довольно часто сталкивался, которые вот допустим используют там инструменты не по назначению, вот я так хочу и так вижу. На самом деле как бы это не так плохо. Вопрос только в том, насколько он готов заниматься тем, что вы от него хотите. Нужно как по мне попытаться прояснить опять-таки цели целого вашего процесса и пытаться донести другим языком более понятным ему. То есть опять-таки делать упор допустим на улучшение бизнес-процесса, на какие-то плюшки, которые конкретно его коснутся в будущем. А если нет, то да, хороший вариант был на самом деле. Ну как бы зачастую такие люди как сказать это именно манер общения. То есть как бы люди все разные и если человеком в команде работать некомфортно, то как бы смысл с ним продолжать работать. я так считаю. Ладно. Сходный вопрос. А если ну ладно, если коллегу можно уволить, что делать, если это был непосредственно начальник или заказчик? Подказаться. Какая шага. Ну как бы тут уже опять-таки зависит от того насколько интересно конкретно. Ну как бы допустим я сужу по себе. У меня был один проект мне было на нем вот некомфортно если взял ушел. Потому что действительно мы не смогли найти консенсус. у нас наверное раз в пять за два месяца поменялись требования. Примерно процентов 90 кода в гитхабе я затирал заново писал. Потому что требования менялись на лету. Там просто происходила смена руководства в проекте со стороны заказчика. И после я сказал, что нет, спасибо. А как попробовать наталкнуть людей на то, что у вас ну опять-таки тут есть вот эта очень неприятная грань того, что заказчик является человеком выделяющим деньги и как бы попытаться поговорить или опять-таки пытаться говорить на языке бизнеса допустим. То есть говорить, что вот такое-то решение принесет больше денег. То есть опять-таки продвигая с умным лицом любую идею можно ее продать на самом деле. И если говорить, что вот чувак смотри, ты там зарабатываешь 100 тысяч, будешь зарабатывать 250 через год, он такой да, давай. И как бы ну, он скорее всего не заработает, потому что все еще не все применяется, а главное свою идею продавить. Вот как-то так. Еще есть вопросы? Здравствуйте, Максим, спасибо вам огромное за доклад. Я второй раз слышу за софт скиллы, вообще это, наверное, не говори. И вот первый доклад, который я услышал, упоминал такую штуку, как психологическое акидо. Что вы можете по этому поводу сказать? Пользуетесь ли вы? Нет, к сожалению, вот я одно время думал, что я довольно хорошо надеюсь скиллы, мне никогда особо не было проблем с находением учебного языка с людьми, но опять-таки не реклама. В компании Датар, как бы вот курсы английского языка, они проходят в формате кроссов скиллов, то есть в принципе язык индинический, именно вот манера говорения, различные уловки, то есть как бы я понял, насколько ничтожно мал мой опыт и насколько интуитивно, есть люди разные, есть люди не располагающие, есть не располагающие. А вот если это прокачивать, это реально очень большая работа, и я вот сейчас нахожусь в начале этого пути, я бы хотел это развить, потому что я знаю кучу людей, которые делают интуитивно, и для них многие двери открываются по себе, и это замечательно. Насчет айкидо, я, честно говоря, даже не слышал, она будет загуглить. По улице, хорошая тема. еще раз, да. Как уже царкоматис, как очень хорошая спецслависта, но у которого очень много честного. Ой, знаю, таких людей были такие. Он джавист. В принципе, я знаю, есть у них на них сейши. Когда у нас крутые борода, ну они, как сказать, они отцы всего. Но с ними приходится терпеть работать. Потому что без них никак. На самом деле у нас такая ситуация, мы просто такого человека изолировали. Он был архитектором, он приходил на работу, заполнял документацию, а потом они работали. То есть у него действительно было опыта чуть ли не больше всех вместе в команде. Очень крутой специалист, но человек с ним общаться было очень тяжело. То есть даже на курилке в туалете с ним встретился и он тебя смотрит и такой я лучше пойду. Сразу. Я подъеду. Да. Я схожу в соседнее здание. И мы такого человека изолировали. А так в принципе опять-таки подобные вопросы хорошо должен решать управленец. То есть это одна из задач не допускать конфликтов интересов этой команды, как я считаю. И как бы хороший менеджер должен с этим если не справляться, то хотя бы он должен об этом знать, чтобы опять-таки находя какие-то решения в процессе работы, чтобы не было конфликтов интересов допустим у вас с тем самым человеком. Был хороший пример у моей знакомой в проекте два человека столкнулись, скажем так. Один другому за полгода этого не поднял трейд. Он проводил на клиническое собеседование. Они там сцепились чуть ли не насмерть. В итоге их как бы разделили, сказали вот ты делаешь что-то, делаешь это. И в принципе они только на метапах два раза в день созваниваются и больше не соприкасаются. И я считаю, что вот ну как бы людей поменять не сможем. изолироваться от них довольно легко. Все? Все, тогда всем спасибо. А, нет, стоп, у меня, короче, есть еще подарочки для тех, кто задал вопросы. У меня их как раз пять. Я сам в шоке. Это не реклама. Говори, выключайся. Если бы можно повторять, что это не реклама, я уже начну спеть. кто-то бы еще двое. Ну, просто у нас активная пиар-компания, поэтому если бы было чуть-чуть холоднее, я бы одел еще толстовку до тары, но поскольку довольно тепло. В общем, всем спасибо. Я очень рад, что в Харькове происходят подобные ивенты, потому что в Харькове очень мало рубичных ивентов, к сожалению. И я не могу сказать, что в Харькове очень сильная дружба комьюнити, потому что, к сожалению, люди, которых я знаю, в принципе, здесь и из Киева в основном. Я тебя познакомлю с небольшим харьковским комьюнити. Я же соплюсь, Стас. Правда, есть одна проблема, половина этого комьюнити Харьковского, оно где-то сейчас по всей Украине, на разных других конференциях, и я их ненавижу за это. Не может, я их работаю, потому что они ехали. Мы к ним сюда специально приехали, а они за них ехали. На самом деле, да, есть, к сожалению, такой тренд того, что сейчас немногие заказчики хотят проекты на Руби изначально. Это уже не так с ним на слуху, как было три года назад, допустим, даже. Но я рад, что здесь довольно много людей сопробовалось. И поэтому спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ